Простите, но этот столик занят Без усов вы несколько похожи на артиста Соломина Ну что вы, нисколько, я прекрасно знаю Юрия Соломина Не, не на Юрия, на Виталия Ну не знаю, не знаю, вам виднее Что, новое дело, Холлес? Не исключено Наша хозяйка миссис Хадсон получила приглашение на голубой огонек Ну уж, это слишком Вот, взгляните Что вы можете сказать об его авторе? Судя по подчерку, это спортсмен По крайней мере, интересуется спортом Почему вы так решили? Подчерк энергичный Буквы так и скачут Человек темпераментный, много восклицательных знаков С хорошим вкусом Иначе бы он не выбрал своей дамой, нашу дорогую хозяйку Ну вот, пожалуй, и все А подпись? Подпись вам ничего не говорит Нет, имя и фамилия мне не знакомы Вы неплохо освоили мой детективный метод, Хадсон Позвольте, я продолжу Приглашение написано, скорее всего, артист Почему вы так думаете? Ох, на голубом огоньке обычно много артистов К тому же, это известный артист Вы уверен? Элементарно, Ватсон Если бы он был неизвестен, его бы самого не пригласили на голубой огонек Потрясающе Еще не все Я почти убежден, что это мужественный человек с орлинным носом, жгучими черными глазами И быстрой характерной речью с легким акцентом Откуда вы все это взяли, Холмс? Подпись, Ватсон Подпись Приглашение подписано К.Т. Махарадзе А если бы вы в свое время, Ватсон, прочли мою брошюру о классификации фамилии Вы бы сразу поняли, что за этой подписью скрывается грузин Что вы намерены делать? Я хочу увидеть смельчака Который решился в новогоднюю ночь лишить нас общества миссис Хадсон Мистер Холмс Оружейник сказал, что патроны 38-го калибра будут у него только во вторник Подойдем до вторника Интуиция мне подсказывает, что им может быть... Вон тот человек, который разговаривает с барменом Гениально, Ватсон Не знаю, что бы я делал без вас, друг К.Т. Ма triste